Всем привет, с вами Древар. Ну что, следующий 30 сезон, я уже посмотрел, никаких новых войск, ничего нового не добавится. Да, чуть-чуть интересного будет, но не сказал бы, что ва. Короче, начинаем. Соответственно, вы сейчас видите картинку, это два машинных отделения будут выглядеть вот так, соответственно, высадка будет так. Но, для начала, давайте пройдёмся по дереву прокачки. Соответственно, первоначально мы будем стартовать вот с таких двух машинных отделений, и та фишечка, про которую я говорил, что будет очень много зимних юнитов. Соответственно, сейчас зима, разработчики хотя бы в этом заморочились. Соответственно, все зимние юнит, которые есть в игрушке, все зимние способности камнерки, которые есть в игрушке, они добавили просто вот, ну, постепенно, шаг за шагом. Соответственно, самые первые войска, которые будут бесплатны, это заморозки. Понятное дело, что ими играть не получится. Следующие войска, которые здесь будут, это солдатики. Но мы уже здесь видим дальше на картинке, что появятся горы. И, соответственно, думаем, что может быть лучше перейти на третье машинное отделение, открыть гор и не открываться олдафонов, не тратить 18 ключей, а гор мы всё равно будем открывать, потому что другого пути не получится. Плюс на двух машинных отделениях мы видим шок, хпшку, мины и базук. Соответственно, базуки вполне возможно надо будут, но я бы вам говорил, я бы вам советовал не спешить, потому что крио-бомбардиры, они тоже будут, крио-заморозживающие бомбардиры, они тоже будут и будут очень-очень близко. Поэтому вот это не советовал бы открывать, вот это не советовал бы открывать. Соответственно, пойти вниз самым быстрым путём сюда, в третье машинное отделение, и побыстрее открыть гор. Минки, конечно, понадобятся, но здесь надо высчитывать, насколько у вас будет хватать ключей для того, чтобы дойти до тех же гор и с помощью гор открывать. Единственное, если вдруг вы будете очень медленно развиваться, тогда вам базуки понадобятся, потому что три машинных отделения, высадка просто максимально отвратная, отвратнейшая, просто реально от высадки. Кстати, в этом сезоне я уже посмотрел картинки, прям офигенно отвратные, то есть, ну, непростые, давайте так назовём, чтобы было всем понятно. Соответственно, если вы будете медленно играть, то вам, наверное, базуки понадобятся, потому что третье машинное отделение, ну, реально сложное. Но если вы будете идти быстро, и сейчас мы пройдёмся дальше на третье машинное отделение, то вполне возможно, они вам не понадобятся. Поэтому быстренько сюда, быстренько в третье машинное отделение. Следующее, третье машинное отделение, и здесь следующие зимние войска, это Крио-танк, и это Крио-бомбардир, о чём я и говорил, что базуки вполне возможно самым-самым-самым лютым задротом, и вполне возможно, очень будет сильный дисбаланс тех игроков, которые сейчас сидят очень высоко, и которые сходу смогут открыть эти Крио-бомбардиры. Реально будет очень сильно дискомфорт, потому что те игроки, которые высоко сейчас сидят, они просто сразу же высоко и дальше будут сидеть, потому что откроют Крио-бомбардиров. Короче, если по низу это горчики, это урон, это фитиль. Фитиль появится только на третьем машинном отделении. Это сюда пушки бум, и это Крио-бомбардиры. И всё, и, соответственно, вы уже в шоколаде. Это открывать точно не надо, стоп, стоп, сюда идти. Это тоже открывать не надо, это открывать тоже не надо. Ну, то есть, в теории, в теории, вот так вот можно будет потом назад зайти и открыть эти мин, но это реально далеко впереди, это реально чуточку позже. Самое главное, я бы сказал, в первый день, может быть, в первые два дня, кто реально любит играть, это дойти до Крио-бомбардиров. Тогда вам станет чуточку попроще. Здесь шоки уже появляются на третьем машинном отделении, это прям реально круто, но к ним надо будет отдельно идти. Самый первый путь это Крио-бомбардиров. Соответственно, это трёшка. Четыре машинных отделения, и будут выглядеть вот так. Соответственно, первое ХП, здесь обстрельчик, и здесь Доктор Камман. Именно поэтому я и говорил, что не надо будет открывать буллиты, потому что Доктор Камман появляется очень-очень быстро, буквально там, наверное, разница между ними, два-три дня игры. И у вас, ну, тех игроков, которые реально задротят, два-три дня игры, и у вас появится Доктор Камман. Соответственно, буллит вообще-то идёт на какой-то задний-задний-задний план. Соответственно, самое быстрое это вот так сюда. Соответственно, возможно, даже в обстрельчик, потому что на этот момент у вас будут только одно ХП здание. Соответственно, в принципе, одно можно сносить сканонерки. Но четыре машинных отделения высадка будет выглядеть ещё отвратнее, чем трёха. Соответственно, этот обстрел, он в теории не поможет. Вот я вам серьёзно говорю, дальше мы разберём. Он вам не поможет, потому что два-два машинных отделения будут поделены, и вам всё равно ко каждому надо будет идти. Но в теории открыть можно. Соответственно, по низу я бы советовал пойти, и пойти сюда, в следующая пятая машина отделения. Наверх меды никогда не надо, здесь прот, ну, как бы надо, но такое себе это не надо, это не надо. Ну, ружки, конечно же, надо, но вы понимаете, к ним бэм-бэм-бэм-бэм. Проще открыть пятое машинное отделение, проще сюда выйти, вертолёты, а вертолёты... вот кто умеет летать на вертолёты... Ой, сейчас, сейчас я вам всё, сейчас всё расскажу. Соответственно, пятое машинное отделение, и здесь появляются вертолёты. Здесь появляется следующая зимняя способность, про которую я говорю, что разработчики всё добавили зимнее, что было. Это криобомба, да, дополнительная способность, которая канонерке будет, и это прям круто. Так что, короче, здесь на пятом машинном вертолёты появляются. Высадку мы потом разберём. Здесь появляется артиллерия, но к ней надо будет так отдельно зайти. Не знаю, надо ли, не надо, но ХП с даньем появится только, видите, на шестёрке. То есть, в теории, в теории, на пяти машинных отделениях можно будет два сносить с канонерки, если очень-очень постараться, потому что там была канонерка, плюс здесь ещё дополнительная канонерка. Но надо ли, потому что пять машинных отделений будет выглядеть, ну, уже более-менее адекватно для высадки теми же бомбардирами. Соответственно, сюда, 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 сюда. Наверх через это не советовал бы идти, когда просто откроете шестёрку. Если вы откроете шестёрку, уже потом на мины и на урон войск. Соответственно, прикиньте, только на шестом машинном отделении появятся мины. Здесь, как бы, если бы эти торпчики были где-то чуть пораньше, где-то там на двух, на трёх, ну, машинных отделениях, может, им можно было побегать. Может, в принципе, в теории, может быть, в теории, можно будет ими и побегать против тех игроков, у которых не будет огнемётов. Потому что шок будет, а шоковых мин не будет. Да, будет шок, но два шока, ну, вы понимаете, два шока это не то, что может остановить этих торчиков. Не знаю, чуть бы они пораньше были, а не перед самым пятым машинным отделением. Может быть, они были бы им бой. Разберём чуточку дальше. Соответственно, на шестом появится, ну, через шестой я бы советовал открывать вот это. Соответственно, шесть машинных отделений. И здесь появится только второе ХП. Здесь, ну, появятся уже закономерные вертолёты. Здесь появятся закономерные ищейки, которыми, в принципе, можно будет, наверное, попробовать. Ну, либо с бомбардирами. Здесь появится прод, здесь появится эверспар, который никому не надо. Здесь появится огневик, который никому не надо. Соответственно, ну, шестёрка реально очень маленькая. То есть вот пым-пым-пым сюда и, грубо говоря, выход уже сразу на семерку. И 7 машинных отделений. Здесь будут вот такие виды прототипов. И одни вот вторые. Это, ну, в принципе, роковые пушки, шоковые генераторы. Достаточно неплохо, щитов нет. 7 машинных отделений будет выглядеть вот так. Дополнительный третий урон юнитам. Дополнительный урон зданием. Плюс канонерка. Плюс я показывал прототипы. Плюс мины. Соответственно, это по поводу семерки. Ну, самая-самая короткая семерка. И сейчас по поводу высадок. Два машинных отделений я уже в самом-самом начале показывал. Мы с этого стартовали. То есть, ну, либо одно сюда, одно сюда. Потому что фитиля нету. Придется как-то располовинивать. Но я думаю, что все-таки немного игроков будут останавливаться на двух машинных отделениях. По поводу трешки я говорил. Смотрите, на трех машинных отделениях появится фитиль. На трех машинных отделениях нет шоковых мин. На трех машинных отделениях появятся горы. Но сюда, сюда, сюда. Это очень долго. Да, вполне возможно. Смотрите, смотрите. Просто несколько тактик. Потому что уже это все было, когда-то повторялось. Можно горами бежать просто в эту точку через фитиль. А булита везти сюда. Для того, чтобы он снес под своим энергетиком это машинное отделение. Это суперкрутая связка. Одно но. Одно. Прямо маленькое одно но. Это то, что если вы пойдете в булита, вы дальше будете страдать. То есть, вполне возможно, в начале будет круто. То есть, завели сюда горы. Один фитиль просто бросили. Они здесь все расчистили. Даже если здесь будут здания дефа. Либо один фитиль в машинное отделение. Второй фитиль во второе машинное отделение. Пока здесь горы бежали от сель до сель, вы высадили булита. Он как раз начал идти. Такой, вы сюда. Один способность. Второй способность. И, собственно говоря, он забрал это машинное отделение. Но здесь появятся уже и бомбардиры. Соответственно, можно будет уже высаживать для того, чтобы они расчищали. Ну, честно, с булитом, мне кажется, попрофитнее будет, побыстрее. Но в дальнейшем вы будете страдать. Потому что булит, ну, не тот герой, который прям суперклассный. Четверка. Я помню, я вам говорил. Четыре машинных отделения будут выглядеть вот так. То есть, два машинных отделения вот здесь через перешейок. Здесь отдельно. Два здесь. То есть, в принципе, сканонерки здесь не снести. Единственное, сканонерки, что можно снести, это вот это дальнее, самое дальнее машинное отделение. И, грубо говоря, как-нибудь, типа, фитиль сюда бросить. Смотря как будут защитные сооружения. Если они будут здесь, 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 здесь. Так не получится. Но, в теории, фитиль сюда. И потом парочка лодок, оставшиеся сюда. Ну, может быть. Ну, либо здесь расчищать, здесь расчищать. Но высадки я вам с самого начала сказал, что высадки просто мега странные, мега прикольные, мега сложные. Ну, такие, скажем так, непростые, что тайминг какой-то 3 минуты плюс выдавать будет очень и очень сложно на таких машинных отделениях. Да, к этому моменту еще не будет шоковых мин, то есть в теории можно было бы даже побегать. Именно про это я говорил, что в теории может быть даже те же торы как-то, если не будет огнеметов, могут выносить. Но это все на самом деле в теории. Пять машинных отделений будет выглядеть вот так, и вот помните про вертолеты я говорил? Помните? Да-да-да. Конечно, будут пушки бомб, которые будут у всех, потому что они идут по дереву прокачки, но в теории это, 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 это. Ну, либо это, 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 а это сканонерки. То есть здесь очень-очень-очень-очень узкий промежуток, то есть получается вам придется сюда идти зачищать, здесь снова узкий промежуток, сюда идти, потом здесь возвращаться, либо, не дай бог, вот так вот подряд идти. Это тайминг там от одной минуты с чем-то. Это вообще-то не быстрый тайминг. Вертолеты им, понятное дело, что бэмц, 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 бэмц. Очень быстро, хотя пушки бомб можно здесь и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь поставить и, соответственно, немножко законтрить эти вертолеты. Но кто умеет летать на вертолетах, я думаю, что люди придумывают, как это сделать. Шесть машинных отделений. Ну, вы понимаете, уже здесь как бы уже все открыто, то есть здесь высадка, здесь высадка, там треха-четверка, самое-самое, да и пятерка, в принципе, реально прикольно. Здесь уже на шестерке полегче, скажем так, вздохнуть, можно будет спокойно и нормально играть. Соответственно, тяжелые вертолеты плюс бомбардиры, ну, либо попробовать где-то, может быть, даже ищейками побегать, в зависимости от того, какой у вас будет герой. Ну, вот булит к шестому машинному отделению вполне возможно снова заиграет красками, можно будет где-то попробовать ищейками поиграть, но в то же время вы понимаете, то есть, не дай бог, где-то машинное отделение будет расположено не так, как здесь. Здесь, соответственно, булит и ищейки будут бегать непонятно как. А бомбардиры с вертолетами летают все по заданной и одной схеме. И по поводу семерочки, максимальная высадка, максимально все просто предельно понятно. Соответственно, высаживаем и начинаем защищать. Вполне возможно, все будет на берегу, как такие часто расты бывают, когда очень-очень много защитных сооружений и все расположены на берегу. Для того, чтобы бомбардирами и вертолетами было очень сложно все это забрать, потому что вертолеты не успеют раскрыть свой потенциал, а бомбардиры будут стоять очень близко и смогут даже умирать. Соответственно, вот такой 30-й сезон. А если вам уже понравился он, если понравился мой видос, то, конечно же, прожимайте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комменты. Ну, а с вами был Андрей Вар. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok